Привет! 6 декабря в Омске пройдут выборы президента, президента Омского союза предпринимателей. А сегодня в клубе деловых людей состоялись обсуждения будущего омских бизнесменов. По накалу страстей и псевдопровокационных вопросов встречу можно сравнить с настоящими предвыборными дебатами. После того, как бывший президент союза Павел Кручинский занял более высокопоставленную должность, став директором Департамента городской экономической политики, место президента предпринимателей оказалось вакантным. Претендентов трое, и хоть предприниматели заявляют, что им совсем не важно, кто станет у руля и на чью шею наденут хомут власти, у прессы сегодня накопилось много вопросов именно к одному из кандидатов. Близкая дружба с омскими перевозчиками Николая Артемьева не давала покоя журналистам. Напомним, Артемьев представляет интересы перевозчиков общества Автодор. В разных формулировках вопрос, зачем он так стихийно стал претендовать на власть, звучал около пяти раз. Артемьев же держался легко и непринужденно, рассказывая, что он в равной степени заслуживает голосов, как и его коллеги, заверяя, что личную выгоду от членства в Союзе он преследует равно настолько же, насколько и каждый другой бизнесмен из предпринимательского братства. Я состою в Союзе предпринимателей, получается, как месяц с небольшим. Принимаю через своих коллег участие в работе в Союзе уже давно. Много моих коллег, которые входят в группу предприятий «Интострой», давно уже стоят в Союзе. Решение принять участие в работе Союза у меня возникло в связи с несколькими моментами, что сейчас удобный момент для того, чтобы на практическом примере показать возможность решения системных проблем. Все предвыборные программы кандидатов были похожи друг на друга. Если не считать нападок на Артемьева, все прошло гладко. Да и журналистка, нападавшая на бизнесмена, призналась, что ее основной целью было сделать скучное мероприятие не таким уж скучным. Перевоплощение скучной присухи в жаркие предвыборные дебаты занимает первую строчку нашего новостного рейтинга. А на второй гордо красуется новенький защитник «Авангарда». При виде нового защитника «Авангарда» Олега Пигановича сразу становится ясно, почему на него обменяли двух игроков. В Омском клубе теперь появился самый высокий хоккеист. Защитник роста 1,96 м сегодня впервые пообщался с омской прессой. Олег Пиганович рассказал журналистам о своем прозвище. Ну, у меня как бы от фамилии Пига меня все называют. И о том, почему он взял себе 85-й номер. Год моего рождения просто, 77-й тут занят был. Больше всего Акулпера интересовало, каково это играть в «Авангарде» после Хабаровского «Амура». В команде приняли меня здорово, просто все хорошо. Играл раньше, ну еще по молодости, во второй команде ЦСКА с Антоном Беловым, с Кириллом Ляминым. Однако, больше сегодняшняя пресс-конференция с новичком была похожа на «Блиц-интервью» Александра Стерлигова. Президент «Авангарда» стойко выдержал атаку вопросов, порой даже не совсем местных. Таких, как смена музыки на домашних матчах или отставки Петри Матиканина. Олег Пиганович теперь в команде. Надеемся, что убережет нас от большого количества шайб. А профессор из Беларуси заехал со своими лекциями на филфаку МГУ всего на недельку. Новые знания за минимальный срок занимают последнее место нашего рейтинга. За пять дней Борис Юстинович расскажет, о чем думает блондинка и почему Пушкин не любил русской речи без грамматической ошибки. Все лингвистические рассказы Нормана сводятся к всевозможным способам использования языковой игры в науке и жизни. Когда я сам был студентом, то мы от избытка энергии, такой, знаете, умственной или не знаю какой, озорной энергии, мы придумывали, скажем, не только какие-то необычные слова, мы придумывали новые значения для самых обычных, для самых известных слов. Ну, например, вот, я не знаю, там, слово нудист мы переосмыслали как нудный докладчик. Или, например, там слово папье-маше мы придумывали, а это родители. О других примерах языковой игры Борис Норман будет рассказывать на филфаке до 30 ноября. А пока белорусский профессор рассказывает о языковой игре студентам, мы предлагаем вам не быть блондинкой и провести вечер с Томиком Пушкина в руках. Пока! Продолжение следует...